Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Сейчас кто-то скажет, да, ну, какое оно доброе. Всегда доброе. Вот мы живем, вот мы дышим, жизнь идет, и значит, добрая. И нужно благодарить Бога за то, что мы сегодня прожили этот день. Бог даст, будет и другой день. И я знаю, что сейчас всем очень тяжело, всем нам, украинцам, очень тяжело. Но давайте мы возьмем всю свою волю, и давайте мы отдадим всю свою душу Господу. Вот все преклонимся пред Ним, и все будет у нас прекрасно, потому что мы замечательный народ, потому что мы умнички, мы все держимся, мы все укрепляемся, и Господь нам споспешествует. Он видит, насколько мы сплоченные. То, что происходило сегодня в Херсоне, вы можете посмотреть на Ютубе, там полно. Шоу не получилось, потому что все видели, эти машины, которые заезжали, все это, весь этот цирк видели. Поэтому, дорогие мои, молодцы, мы держимся, мы держимся, как бы то ни было. Мы держимся, и мы будем держаться, потому что мы умнички, мы не только о себе думаем, но еще и о животных. И вот у меня какая новость. Благодаря тому, что кто сколько мог, отправил на помощь, чтобы сохранилось оскание ново, чтобы хотя бы оскание ново сохранилось. Вы знаете, пришло большое количество финансов, и директор заповедника успел закупить питание. Как передает Украинформ, а я повторяю, что я никакие фейки не собираю вообще, даже можете мне ссылочки не делать, я беру только официально проверенные, причем в нескольких источниках, новости. И только новости, которые бодрят. Те, которые гнусные, те, которые разрушают душу, они мне не нужны. Итак, передает Украинформ в фейсбуке, можете посмотреть, там сообщил директор биосферного заповедника Аскания Нова имени Фальцвейна Академии наук Украины Виктор Шаповал. В Аскании жизнь продолжается. У тибетского буйвола, буйвола, вот он перед вами, яка, тибетский як называется, родился коренастый малыш, коренастый малыш с мелой кличкой. Знаете, как назвали его? Байрактар. Вот это новость за 4 марта 2022 года. Буквально вечерняя новость. Ну и вот здесь Виктор Шаповал, он сообщил, что в помощь биосферному заповеднику собрали более 207 тысяч гривен и по состоянию на 4 марта, вот вы можете прочитать здесь, освоено 200 тысяч. В состав заповедника уже везено 28 тысяч зерновых, 10 тонн пшеницы и 18 тонн ячменя. То есть наши животные не останутся голодными. Следующая новость такая, что сегодня весь день практически были без связи, без каких вариантов коммуникаций, без ничего сегодня были. И только к вечеру всё было восстановлено, слава Богу. Люди чувствуют, когда особенно твои близкие где-то далеко, и ты не можешь им никак сообщить, что с тобой и как с тобой и почему с тобой. И они, конечно, разрываются, но я вам хочу сказать, даже если вдруг что, не нужно страх впускать в свою жизнь, ни при каких обстоятельствах. Мы выдержим, мы пройдём всё, абсолютно пройдём. Это я вам точно говорю, потому что такой дух, такой вот сплочённость, как говорится, вот раньше не замечали, а сейчас кто чем может, тот делится, тот старается, тот ухаживает. молодцы, мы молодцы, мы умнички, мы лучшие. Все стараются так или иначе предложить какую-то помощь. Волонтёры работают, не поглодая рук. А Марина мне написала, что вы меня поддержали духовно, я послушала вас, и мне стало легче. Я очень рада. Вот я ради этого здесь и нахожусь сейчас с вами. Вы знаете, я ведь не только вас поддерживаю, я и саму себя таким образом тоже поддерживаю, особенно когда вы внизу пишете добрые комментарии, не какие-то там боты непонятные какие-то, а именно вы, мои дорогие подписчики, моя интернет-семья, когда вы пишете добрые комментарии, конечно, вы воодушевляете, вы мощно, вы такой вклад свой делаете, вы присоединяетесь к этой молитве остановить бойню людей, остановить этот кошмар и воодрузить мир, мир просто, чтобы пришёл мир. Ведь все, кто поддерживает эту войну, все, кто поддерживает, я вам скажу, все соучастники, каждый, каждый соучастник, соучастник чего-то страшного, чего-то страшного. Уже восьмой день идёт война, и восьмой день вся страна держит оборону. И вот волонтёры — это одна из обороны. Духовная армия — это когда мы все молимся за мир. Это не просто война, это война между добром и злом, это война между божественным и сатанинским. И поверьте мне, божественное, оно всегда выигрывает. И вот всё это время наша психика находится в ненормальных условиях, выдерживая колоссальное напряжение. Я не представляю, как неверующие люди проходят через это всё. Просто не представляю. Вот эти, как я вам рассказывала вчера, это панические атаки, а когда страх, а потом гнев, уныние. Вот очень важно понимать, что с нами происходит сейчас. Чего ждать дальше мы не понимаем, да? И главное, как же с этим справиться. Помните первую волну? Я вот вам сейчас скажу первую волну. Самая первая идёт страх, тревога, за ним растерянность, потом паника, потом истерика, потом ступор. Напряжённое ожидание происшедшей катастрофы. Обычно на третий, пятый день волна страха спадает, и на её место приходит раздражение, злоба, ярость, сильные, яркие эмоции, которые придают нам энергии бороться, активно действовать, пробивая всё на своём пути силой праведного гнева. Но гневом, гневом никогда нельзя руководствоваться. А руководствоваться надо любовью. Только Божьей силой надо руководствоваться. Это ко всем. Раздражение, злоба, страх. Первое, что вы впускаете, страх, он вас потом раздражает. Страх. Вот нельзя страх впускать в себя ни в коем случае. И тогда не будет панической атаки. Потому что написано в Библии чёткий алгоритм «Не страшись, веруй, и спасена будет». Это там про девочку, которой 12 лет было, и отец попросил Христа её оживить, что она умерла. А Христос сказал такой алгоритм чёткий «Не страшись, верь, и спасена будет». Так вот, я вам говорю алгоритмы Христа. Не страшитесь, страх не пускайте, верьте, и вы будете спасены. Вы будете спасены. Никакой страх не пускайте. Потому что сатана, он так работает, он запугивает всех и всюду. Вы же посмотрите, что он сделал со своими. Они же все запуганы, они перепуганы, а другие просто одурачены, а третьи просто руководствуются страхом, им если чего не нравится, они сразу говорят, да это нацист, или ещё что-то. Вы же посмотрите, как они ведут себя. Истерички и неврастеники. А мы должны стоять в любви. Вот это ответ. В любви уметь прощать. Это очень будет сложно. Я знаю, после всего, что происходит, я знаю, что, но нужно. Вот нужно. И в этот период нужно быть особенно внимательно к тому, чтобы направлять силу любви в нужное русло и не срываться на близких. Ни в коем случае. Близкие ваши, это потому они называются близкие. Не надо к ним сейчас истерить с ними. Им так же тяжело, как и вам. Не надо истерики. Не надо рыдать возле них. Им и так тяжело. У них сердце разрывается, душа разглядя на то, что вокруг происходит. И еще вы там в телефонную трубку или еще что-то рыдаете. Нельзя этого делать. Ни в коем случае. И так все стоим в любви, в молитве, и все будет замечательно. Тоже хочу помолиться за врачей. Господи, благослови их руки, защити их, дай им силы, не дай страху. Они настоящие герои, Господь. Они показывают такую, такую бравость, смелость и такую самоотверженность. Господь, наши украинские врачи, это самые лучшие в мире. Господь, благослови их, защити их, покрой, покрой их, покрой их своей защитой. Господь, покрой весь народ украинской защитой. Господь, покрой наших детей защитой, покрой нашей семьей защитой. Господь, спаси нас и сохрани. И, Господь, я молю Тебя о мире. Господь, дай нам мира, дай нам мира, Господь. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. И вот мы проходим дальше, да, 3-5 дней страх, вот эмоции яркие. А потом, вот сейчас, это на себе ощущаешь, когда ты верующий, ты укрепляешься Словом Божьим. Вот ты стоишь, 90-й псалом открываешь и начинаешь его провозглашать. Мужчинам 2-й псалом открывают и провозглашают. 45-й псалом, ну и другие псалмы, 31-й, 33-й псалом хороший. И мы подкрепляемся. Давид именно в этот момент получал от Бога откровения вот с этими псалмами, именно в бою. Давид был смел и победителем, он был победителем. И поэтому берем эти псалмы за основу для того, чтобы и победить этот страх, и победить эту нечисть, и победить все это. В этот период, когда 3-5 дней прошло, потом нужно быть очень внимательными. Вот чтобы любовь, именно любовь отправлять на родных и близких, а не зло, не срываться. Имейте это в виду. Самый сложный этап наступает сейчас, 8-й, 9-й, 10-й день. Волна разочарования у многих может начаться, уныние и опускание рук. Не позволяем, не позволяем, не унываем, разочаровываемся, не опускаем руки. И пусть вам говорят, что там кто-то захватил, кто-то не захватил, вообще не слушайте, не вникайте в это, не вникайте, это не наше дело, не вникайте в это, в это не вникайте, не позволяйте это в голове у вас работать, ни в коем случае. И тогда не будет вот этой волны злобы, не будет волны разочарования, уныния, опускания рук. Мы не будем разочаровываться, мы не будем унывать, и мы не будем опускать руки. Мы потому что помним хорошо алгоритм, Божий Христов алгоритм. Не страшись, веруй, и спасен будешь. В этот момент нельзя опускать руки. Ни себе, ни близким не позволяйте это делать. Вот посмотрите на вот эту фотографию, которую я вам показываю. это наши волонтеры, которые отчаянно работают. Им некогда, до ночи они работают, до определенного периода, им некогда опускать руки, просто некогда. Они не позволяют, не дают себе возможность опускать руки. Они продолжают действовать, пусть и автоматически, но этот этап пройдет, и потом станет гораздо стабильнее после него, и все будет нормально. Когда говорят, что бояться нормально, это ложь, это ложь, это уловка сатаны, что вы боитесь, это нормально, нет, это не нормально, это вы впускаете себе в первую волну страха, от нее пойдет все дальше. И конечно же лжецы говорят, что страх это абсолютно нормальная реакция, нет, это не нормальная реакция, трепет какой-то может быть, что-то, а так страх не пускать, потому что от него потом рождаются сердечные приступы, панические атаки, обморочное состояние, вот поэтому это неправда, не нужно страх впускать, вот как написано в Библии, так и нужно действовать, только такой алгоритм, не бойся, верь, и вы спасетесь. Вы скажете, ну а как, а что делать? Да читайте 90-й псалом, это такой мощнейший псалом, псалом защиты, читайте его и утром, и вечером, в точное время, в определенное, только открыли глаза, поблагодарили Бога, что мы открыли глаза, а дальше активно провозглашайте этот псалом, псалом защиты, я каждые три часа сейчас молюсь, я такой заключила завет. Не путайте страх и напряженность, вот напряженность это когда, как говорится, нервы на пределе, да, но это не страх, нервы на пределе это тогда нервы в кулак, я вам сразу объясняю, если нервы на пределе, берите нервы в кулак, вот это не страх, это нервы на пределе, нервы на пределе ничего, мобилизует тело, психику, чтобы мы могли максимально быстро действовать и спасаться, включая режим бей, беги, замри, или например бегом спускайся в убежище, или например не забудь то, 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 или например что же делать, ага, нужно вот это, вот это и вот это, это просто называется такая вот, но мы нервы в кулак, да, но страх это другое, страх наоборот он делает, что вы просто теряетесь, вы, как говорится, до речи теряете, у вас начинается паническая атака, поэтому не впускайте, не впускайте страх, поэтому наша задача овладеть страхом, выкинуть его из своей жизни, чтобы действовать эффективно, и вот тогда будет все нормально, и вот тогда пойдет именно Божья работа, вы ему открываете, вы страх выкидываете, вы веруете, возлагаете на веру, спокойно делаете то, что вам нужно делать, и Господь тогда начинает работать, Он спасает вас, Его работа, Он спасает вас, потому что вы пустили этот алгоритм, и открыли для Бога двери, закрыли для сатаны, вот так это работает, а когда вы открываете для сатаны, и он работает с большим удовольствием, волнение и страх это большая, две большие разницы, опять, когда волна пошла, вот волнение, то, что мы называем волнение, не давайте ей превратиться в цунами, пусть волна эта не станет цунами, пусть она будет легкой волной, раз, и уйдет, и уйдет, любая волна уходит, она накатывает на берег, но она всегда заканчивается пеной, все, испускает пену и все, и уходит назад, но не давайте ей превратиться в цунами, и если уже вас сильно штормит, то стоит взяться за то, чтобы умерить эту панику, я вам скажу, Господь говорит, я люблю мудрых, возьми мудрость, вот бери мою мудрость, и действую, давайте будем мудрые, помните, что сильнее и устойчивее, чем мы о себе думаем, мы сильнее, намного сильнее и устойчивее, мы лучшие, то, что я вижу сейчас, насколько люди самоотверженные, насколько сплоченные, насколько умнички, молодцы, так держать, вот нам сейчас необходимо быть в себе и действовать адекватно, ни в коем случае не срываться на близких и рыдания, прекратить, прекращаем все рыдания, нам и нужны, и нам надо действовать адекватно для себя, для близких и для страны, медленный вдох на счет 1, 2, 3, 4, пауза, 1, 2, 3, 4, выдох, медленный вдох, 1, 2, 3, 4, пауза, 1, 2, 3, 4, выдох, 1, 2, 3, 4, при этом можете рисовать глазами квадрат, все, пройдет, пройдет у вас так, вот будем называть это дышите квадратом, когда мы медленно выдыхаем, мы повышаем уровень СО2, и снижаем уровень кислорода, это помогает успокоиться и привести сердцебиение в норму быстрее, помните Иван Павлович Неумывакин так учил, еще раз, чтобы вы знали, великий профессор, доктор медицинских наук, он так учил, когда мы медленно выдыхаем, мы повышаем уровень СО2, углекислого газа, и снижаем уровень кислорода, вы скажете, да не, наоборот, надо больше кислорода, да, нет, представляете, нет, мы повышаем уровень СО2, снижаем уровень кислорода, и это помогает успокоиться, привести сердцебиение в норму быстрее, СЧОТ, он помогает задействовать мыслительные участки мозга, и переключиться с эмоционального состояния на рациональное, и мы таким образом отвлекаемся быстренько, старайтесь помочь кому-то, особенно пожилым, одиноким, который не в состоянии сейчас помочь себе, у кого много деток, и работа, кто-то волонтером, в общем, нужно каждый что-то должен делать, если совсем ничего, значит, стойте в молитве, становитесь духовными воинами, обязательно, обязательно, каждый день, как можно чаще, в такое время, говорите приятные слова своим родным, близким, обнимайте их, целуйте их, вот это тактильно, чем больше, тем лучше, и таким образом вы предаете им любовь, и всегда помните, каждый в отдельности встанет пред Богом и даст отчет, каждый, за то, что он сделал, за то, что он поощрял, и к чему это привело, за то, что он лгал, на целый народ лгал, на целый народ, представьте, какая была атака, на целый народ, в течение многих-многих лет, и к чему это привело, сколько гадостей и лжи вылили на нашу страну, как нас только не обзывали украинцев, а вышло так, что пришли к нам, увидели, что мы здесь не одноязычные, а многоязычные,